Для 67% россиян День Победы последние 5 лет остается наиболее важным праздником. При этом наиболее узнаваемыми и значимыми атрибутами и акциями этого дня жители страны назвали Знамя Победы, Георгиевскую Ленту, Военный Парад и Шествие Бессмертного Полка. Таковы данные Всероссийского Центра Общественного Мнения. Здравствуйте, это КФУ. Итоги недели. Сегодня в программе вы увидите. На них легла ответственность, ответственные задачи по решению очень многих насущных военных проблем. Научный полк. Как ученые и студенты Казанского университета сражались и трудились в годы Великой Отечественной войны. В данный момент сейчас у нас в работе 65 костных останков, то есть от 65 бойцов, от 65 захоронений. Безымянный солдат. Какой метод казанских генетиков раскроет тайны имен погибших бойцов? Чтобы пройти в едином строю со всем народом России. По бедным шагам. Сколько людей прошагало к колонной Бессмертного Полка? Все все спорили, куда медиа уйдут, может они даже скоро умрут. Казалось, что они сегодня самодостаточную роль играют, создавая иногда такие виртуальные миры. Новое поколение. Какую стадию переживает современная журналистика? Начнем программу с главного события недели. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Рассказывая о событиях того времени, нельзя не вспомнить о том, какой вклад внесли ученые, сотрудники и студенты Казанского университета. В начале войны значительное количество вузов прекратило свою работу. Так, семь вузов страны были эвакуированы вглубь России. И даже там не обошлось без закрытий. Из-за отсутствия топлива, технических возможностей, некоторые корпуса высших школ вынуждены были приостановить свою деятельность. Исключением стал Казанский университет. Столица Татария в 40-е годы стала центром академической жизни. А университет занял ведущее положение среди вузов всего Поволжья. Свой научный подвиг совершали химики, медики, геологи, биологи, физики, математики и другие исследователи Казанского университета. Историки, лингвисты, экономисты и педагоги тоже продолжали свои изыскания. Именно в годы войны были разработаны и сделаны многие открытия. Например, Евгений Завойский открыл парамагнитный резонанс, а химики развернули производство ценных медицинских препаратов. Но не обо всех разработках того времени до сих пор известно. Софья Орлова лишь о некоторых фактах большого вклада Казанского научного полка. Сегодня КФУ один из крупнейших вузов, где учатся 50 тысяч человек. И работают почти 4 тысячи сотрудников. На момент начала Великой Отечественной войны 4 тысячи была численность всего вуза. И преподавателей, и студентов. Из них около половины ушли на фронт. В актовом зале университета собрались преподаватели, студенты, аспиранты, которые поклялись отдать все свои силы, знания и умения, если потребуется жизнь, на оборону страны. И призвали к этому весь советский народ и, конечно же, молодежь. Фашисты напали на СССР в тот момент, когда в вузах шли экзамены. Многие студенты отправились на фронт, только получив диплом. Иногда такая корочка в буквальном смысле помогала выжить. Колесников здесь вот мы видим в экспозиции представлен его диплом с отличием. Он отправился на фронт добровольцем. И, как мы видим, этот диплом пробит осколком снаряда. Практически он спас ему жизнь. Не все добровольцы вернулись с поля боя. Петр Раков – аспирант химического факультета, на которого академик Арбузов возлагал большие надежды, как на талантливого ученого. Гани Хамитов – аспирант физического факультета, также талантливый студент, сражавшийся под Сталинградом. Александр Плакатин – первый декан историков филологического факультета, которым гордились и на факультете, и на службе. И многие другие студенты и преподаватели отдали свои жизни, защищая родину. Были и те, кто вернулись с фронта. Например, Игорь Романов, который впоследствии станет профессором в физическом институте университета. Оставшиеся студенты продолжали учиться в опустевшем университете. По 5-6-7 человек в аудитории. Те, кто не уехал на фронт, занимались стройкой оборонительных сооружений и сбором помощи. В сентябрь месяц уже начиная была поставлена задача рыть волжский оборонительный рубеж. И все наши студенты до февраля месяца отправились на правый берег Волги, где рыли эти окопы. Наши студентки, которые здесь оставались, работали в госпиталях, помогали медсестрам, помогали врачам, помогали тем, что, так скажем, поддерживали дух раненых бойцов. Проводилась всякая самодеятельность, где они читали, организовывали концерты для раненых бойцов. Также в госпиталях читали лекции. Студентами был объявлен сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. И преподаватели, и ребята вкладывали личные средства на оборону страны. Танковые бригады, самолеты уходили на фронт с надписью «Советские студенты». Не случайно здесь лежит телеграмма за подписью Сталина, потому что с собой студенты собрали свыше 100 тысяч средств для того, чтобы построить танк «Советские студенты». Несмотря на то, что университет опустел без студентов, работа продолжалась. Казанский университет стал местом, куда перевели Академию наук СССР. Две тысячи ученых переехали сюда работать над новыми технологиями, которые спасали жизни наших солдат. Сначала они жили здесь, в зале нынешнего музея КФУ. Койки, тумбочки и импровизированные перегородки из простыней стали для них домом во время войны. Среди них было 37 академиков и 44 члена-корреспондента Академии наук. И, конечно же, на них легла ответственная задача по решению очень многих насущных военных проблем. Та тематика, которой они занимались в мирное время, они ее отодвинули. И нужно было внедрять в производство новейшие достижения науки для того, чтобы развивать различные технологические процессы по увеличению военной продукции. Одно из изобретений – стелоскоп. Физический институт имени Лебедева разработал прибор, помогающий быстро определить качество стали. Раньше на это уходили месяцы. Ландсберг-академик получил такой прибор, изобрел такой прибор, который широко использовался на военных заводах. Это заводы, которые производили танки, производили самолеты, потому что оттыкая военная приемка, очень четко следил за тем, за качеством выпускаемой продукции, чтобы не было каких-то аварий неожиданных. В этом же институте изобрели акустический трал, управляющийся дистанционно и способный разминировать поля. Академик ВУЛ изобрел прибор, который боролся с обледенением самолетов. Также в Казанском университете Петр Капица смог произвести жидкий кислород в промышленных масштабах. Здесь была построена такая турбинная установка, и она обеспечила жидким кислородом как промышленные предприятия, так и госпитали. Также проходили испытания пороха. Казанский пороховой завод занимался изготовлением перокселинового пороха, который в дальнейшем использовался на знаменитых катюшах. Еще одно изобретение военных лет – партизанский котелок. Этот котелок использовался как радиопередатчик, потому что его отправляли в партизанские отряды, и он использовался как печка, на нем можно было готовить, в то же время использоваться для этих целей. Засылали в тыл врага, это диверсионные отряды тоже получали такую радиостанцию. Здесь же изобрели клей Назарова, он же карбинольный крем. По сути, предшественник современного секундного клея. На фронте им могли починить даже гусеницу танка. Но не все открытия, сделанные в годы войны, сейчас нам известны. Многие до сих пор находятся в папках под грифом «Секретно». Софья Орлова, Амир Юлдашев, КФУ. Итоги недели. И даже спустя 77 лет не стихает боль нашего народа за ту цену, которую пришлось отдать за победу над общей угрозой того времени – фашизмом. И этой памятью пропитана буквально все, даже земля. Поисковые отряды вновь и вновь выезжают на места сражений, воинских захоронений. Не за тем, чтобы вырошить солдатские могилы, как думают некоторые, а для того, чтобы найти родных солдата, рассказать им о его подвиге и с почестями похоронить война. «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», – говорил великий полководец Александр Суворов. «Память сильнее времени» – так называется проект, благодаря которому стала возможной идентификация военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ученые проводят ДНК-исследования образцов костных останков, собранных во время поисковых экспедиций. Готовится база данных генетических профилей солдат. Так можно вести поиски их родственников по мужской и женской линиям. Если пилотный проект окажется удачным, в Татарстане планируется открыть лабораторию, специализирующуюся на генетическом анализе ДНК защитников Отечества. Эльвина Минабудзинова расскажет о проекте, поддержанном грантом президента России. Почти 40 лет назад был открыт метод ДНК-идентификации, а 10 лет назад в Казанском федеральном университете началось проведение экспертиз в этом направлении. Занимались установлением родственных связей между бойцами, чьи костные останки были обнаружены и их предполагаемыми родственниками. В ряде случаев удавалось подтвердить эти связи. Однако более активная работа по генетическому анализу останков солдат, погибших в Великую Отечественную войну, началась в конце прошлого года по инициативе руководителя регионального поискового движения «Отечество». Было принято решение, переговорив с руководством, было принято решение, что на базе лаборатории молекулярно-генетического анализа, на базе опенлопомиксных технологий мы сделаем такой пилотный, скажем так, проект на нескольких образцах. В данный момент сейчас у нас в работе 65 костных останков, то есть от 65 бойцов, от 65 захоронений. 65 павших бойцов, останки которых были обнаружены поисковым объединением в Калужской области. Сейчас работа по определению генетических профилей бойцов завершается. Теперь с помощью специальных компьютерных программ предстоит сравнить профили солдат с генетическими профилями потенциальных родственников. Родственников находят благодаря определенным местам потенциальной гибели солдат. Некоторые выходят на связь напрямую с просьбой об идентификации. Процесс работы длителен, обрабатываются образцы, после получают костный порошок, выделяется ДНК, ставится ПЦР, выявляется наличие инфекционных и генетических заболеваний. Самый-самый конечный этап – это, опять-таки, подключаемся мы вдвоем, анализируем те, собственно, электрофорограммы, то есть те непосредственно генетические маркеры, которые мы смотрим. То есть уже проводится анализ в специализированных программах, и дальше уже на основании определенных алгоритмов делается вывод о том, совпадает генетический профиль с родственником, допустим, или не совпадает. Либо же, допустим, в случае анализа, допустим, Y-хромосомы, можно провести такой глобальный поиск по мировой базе данных, поскольку очень, скажем так, интерес давно возник за рубежом в плане определения именно родственных связей. Ученые КФУ являются буквально первооткрывателями. Подобных массовых исследований ранее в стране не проводили. Проект получил поддержку грантов президента России. Разработка ученых создана для проверки вероятности подобных исследований. Если результаты работы будут успешными, в дальнейшем планируется открытие специализированных лабораторий, работа которых будет направлена на ДНК-идентификацию солдат Великой Отечественной войны. Это даст возможность не только восстановить родственные связи, но и позволит сохранить информацию о бойцах. Свой бессмертный полк Казанского университета прошел по улицам столицы Татарстана. Дань памяти ветеранам, прадедам, близким отдали более двух с половиной тысяч человек, сотрудников и студентов университета. Они прошагали с портретами своих родных в колонне бессмертного полка. Так, исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский пришел с двумя портретами дедушек. Георгия Таюрского, который защищал Москву, и Василия Морозова, генерал-майора авиации, который в 41-м бомбил Берлин. С портретом своего прадеда Авзалгарея Зиганшина шел в колонне директор химического института Марат Зиганшин. Прадед служил связистом, прошел всю войну от первого до последнего дня. В колонне шли преподаватели, прадедектора, студенты. В этот день каждый казанец, вставший с портретом своего прадеда или бабушки, стал той самой нитью, связующей прошлое и настоящее. Это тот самый победный строй, которым не успели пройти более 27 миллионов человек, жителей СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Татарстане в ряды бессмертного полка 9 мая встали почти 370 тысяч жителей республики. Сегодня мы все собрались, собрались студенты, преподаватели, чтобы пройти в едином строю со всем народом России, показать свою солидарность, вспомнить тех, кто ушел от нас, кто защищал нашу родину. 60-летие журналистского образования в Казанском федеральном университете отметят «Медиа-неделей». С 13 по 20 мая пройдет «Медиа-вик-2022». Нероприятие также приурочено к татарстанскому Дню Печати. Его отмечают 19 мая. Каковы реальные потребности современной журналистики? Почему важно получить высшее образование в сфере медиакоммуникаций? Об этом мы поговорим с деканом Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, моим соведущим, автором рубрики программы Леонидом Толчинским. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Добрый день. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации начала и уже запустила большую «Медиа-неделю». В рамках нее уже прошла, точнее, открылась выставка журналистских династий. А какие еще мероприятия пройдут? Значит, прежде всего я хотел бы отметить, что такую большую «Медиа-неделю» мы организуем впервые, несмотря на то, что у высшей школы есть опыт проведения такого рода мероприятий. «Russian PR Week», такое уже брендовое для России в целом мероприятие, проходит ежегодно. Но сейчас «Медиа-неделя», «Медиа-вик» 2020-2022, прежде всего связано с тем, что в этом году мы отмечаем 60-летие журналистского образования в Казанском университете. Можно говорить в целом поволжье, потому что это первый официально оформившийся журфак в университетах нашего региона. Хотя вообще я всегда отмечаю, что словесности, изящному слову, умению работать с большими аудиториями в Казанском университете обучали с первого дня его основания, и первые выпускники, в общем, оправдали вполне эту свою миссию, эти свои знания. Вы спрашивали, какие события будут в рамках «Медиа-недели». Вот эта выставка, прежде всего, которую вы уже отметили, она открыта совместно с «Татмедиа». Для нас это почему еще приятно? Не только потому, что «Татмедиа» — это крупнейший работодатель нашей республики, заказчик многих кадров, но еще и потому, что те самые династии, которые представлены на выставке, они тоже студенты, когда-то выпускники журфака Казанского университета. Второе крупное, на которое я бы хотел сделать акцент, группа, я бы сказал, мероприятий, это специализированные медиашколы, мастер-классы, которые будут проведены по цифровой журналистике. Вспоминая о телевизиончиках, надо сказать, что там же в программе «Медиа-Вик» зашит впервые трехдневный открытый показ всех дипломных работ наших выпускников Балкавриата телевидения. Все об этом мечтают, никто не может это сделать. В общем, такая насыщенная неделя, но я же не говорю о том, что 19-е число — это особый день, это день печати Республики Татарстан, который мы постараемся тоже в рамках «Медиа-Вик» каким-то образом обозначить, учитывая, что здесь те люди, которым дано этот день печати либо приумножить, либо уничтожить. Надеемся, что все-таки смогут приумножить. Вы как эксперт, как непосредственный участник трансформации татарстанской журналистики в последние 25 лет. Понятно, что было, в каком сейчас оно состоянии. А вот на ваш взгляд, что будет с татарстанской журналистикой? Так, есть два грустных факта. Первый — не 25 лет, а 30 лет. Это говорит о том, что возраст берет свое. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы 25, может, даже поменьше. Но так вот получилось. Что касается... А мы говорили, это второй грустный факт. Можно сейчас начать перечислять по пунктам. Это будет долго. И может быть, это даже тема отдельных программ каких-то, и отдельных проектов, и отдельных дискуссий, и круглых столов, и встреч с практиками, безусловно. Но все сводится, в моем понимании, к одному такому обобщенному. Медиа-отрасли, что там, республики, регионы. Страны в целом не имеют своей стратегии развития. Но вот ваш вопрос, а что будет, не в состоянии ответить никто ровным счетом. Спросите у любого медиа-менеджера, любого уровня, любого звена в нашей стране, он вам не ответит на этот вопрос. Он не знает, что завтра утром у него будет с рутюбом. Кто выскочит на его канале, и почему, и с чем это закончится. Он не понимает, какой контент, какого качества. О качественной журналистике вообще мало говорят в последнее время. Нужно передавать, транслировать, скажем, молодежной аудитории. Он даже не понимает иногда, что молодежная аудитория, это все такое молодежная аудитория. Это как врач. Понимаете, врач не бывает просто врачом. Он бывает либо проктологом, либо стоматологом. Разные врачи все-таки. Так и здесь. Не бывает просто молодежи. Есть молодежь, которая, извините, служит, выполняет боевой долг. Есть молодежь, которая учится в университетах. Есть молодежь, которая учится в колледжах. Есть молодежь старших классов, младших классов, школ. Есть молодежь, которая, извините, просто болтается по улице. Это тоже многоликое совершенно. И так везде, все очень сегментированное, общество очень пестрое. Какой контент, какого качества, чтобы это общество с одной стороны объединить, с другой стороны передать интересный, востребованный, качественный, ответственный, безответственный контент. Какими технологиями и возможностями, какими ресурсами медийными, коих сегодня очень много на самом деле, фантастически много. На эти вопросы, что опять сводится к классике, что делать, не в состоянии ответить, к сожалению, никто. Следующий вопрос касается подготовки журналистов, подготовки кадров для медиаотрасли. В преддверии переемной кампании сейчас скорее, наверное, вопрос не от лица журналиста, а от лица одиннадцатиклассника, ну, может быть, десятиклассника. Почему мне стоит идти учиться именно в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ? Что она может дать того, что я не найду, например, у конкурентов? Ну, тут тот случай, где вот каждого из моих коллег поставь на это место, и он расскажет массу преимуществ, почему надо идти именно к нему. В этом смысле не надо думать, что ты самый-самый, ну, и не надо тут принижать, да. То есть очевидно, что сюда должны идти люди, во-первых, кто должен идти, да, люди все-таки с достаточным творческим потенциалом, все равно творчество, креатив никуда не уходит, они останутся вечными спутниками всей той деятельности, которая связана с медиа. Люди, во всяком случае, теперь, если мы говорим про родителей, да, про тех, кто переживает за судьбу своих детей, внуков, Высшая школа журналистики старается сегодня дать максимально широкий гуманитарный срез знаний, пониманий этого мира, максимально системный, я говорю, вот с привязкой и к тому, что и как трансформироваться, в связи с приходом цифровых технологий в этот мир, в связи с его глобализацией, в связи с усложнением и запутанностью, если хотите, экономических и социальных процессов. То есть в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваш, и причем все это уметь не только через себя пропускать, получая эти знания, но еще и превращать в какой-то продукт, который будет понятен, доступен, то есть ты сможешь транслировать на большие массы населения. То есть в своем понимании мира ты должен и можешь стать интересен и востребован и важен для больших масс людей, которые в информационном потоке ищут все-таки источник добросовестной и доверительной информации, опираясь на которую они не ошибутся. То есть это будут люди всегда востребованные, это будут люди всегда с высоким потенциалом к востребованности, это будут люди, в которых всегда будут очень нуждаться, это будут люди, которые будут очень серьезно претендовать на большое общественное влияние. То есть в этом смысле тут миссия медиа, мы видим, она вот на глазах. Все все спорили, куда медиа уйдут, может они даже скоро умрут, казалось, что они сегодня самодостаточную роль играют, создавая иногда такие виртуальные миры, про которые ни один реалист, политик или экономист никогда не мог даже подумать. Причем в эти миры свято верят миллиарды людей иногда, да, и ты дальше несешь ответственность за то, что ты сделал и зачем ты это сделал. Мы расширяем в этом году, помимо того, что у нас здесь есть буквы ряд, четыре направления, магистрских программ большое количество, включая новое сценарное мастерство и трансмедийный стори-тейлинг, цифровой стори-тейлинг, это уже замашка и на большое кино, что называется, в будущем. Несмотря на то, что у нас есть сегодня и аспирантура, и совет диссертационный, то есть человек может и всю научную здесь карьеру свою сделать, не выходя из стен университета, и практическую карьеру, пользуясь вот в том числе и возможностями того же телевидения, на котором мы сегодня с вами находимся, мы открываем факультет журналистики в филиале Джизаки. Руководство Узбекистана посчитало очень важным, уже на первом этапе, уже в первый год набора, отдельно обозначить журналистику, как одну из точек приема туда студентов, в том числе в достаточно немалом количестве бюджетных мест там в Узбекистане. То есть планов у нас много, и возможностей много, и те, кто сюда придет, я знаю точно, что в жизни не пропадет. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо. Как врачи КФУ спасли самого большого романтика Татарстана, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами, а впереди немало интересного. Это первый рейтинг, который отошел от эмоциональной, от социологической и от опросной составляющей. КФУ в топе. В каких рейтингах университет улучшил свои позиции? В газете сказано о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Слон на улицах Казани. Как День Победы встретили в советской Татарии и стране? Более 10 тысяч педагогов из России и ряда зарубежных стран ожидаются на международном форуме по педагогическому образованию ИФТ-2022. Форум стал визитной карточкой Казанского университета. Он дает информацию об основных тенденциях педагогического образования и в стране, и в мире. Форум открывает все границы. Участниками станут педагоги из России, США, Ирландии, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля, Уганды и других стран. Форум является самым крупным научным мероприятием КФУ по количеству участников. Представители более 200 университетов обсудят актуальные проблемы подготовки будущего учителя. Затронут и тему сохранения здоровья преподавателя в современных реалиях. Какие еще события произошли в КФУ на столь коротких, но очень насыщенных праздничных неделях в нашем дайджесте? Казанский университет улучшил свои позиции сразу в трех рейтингах. Так, например, по результатам рейтингового агентства РУР КФУ поднялся сразу на 120 позиций. Среди российских вузов Казанский университет расположился на шестом месте. Этот первый рейтинг, который отошел от эмоциональной, от социологической и от опросной составляющей. Здесь сразу же понятно, за счет какие показатели нас тянут наверх, какие-то они тянут вниз. Развитие предприятия в условиях беспрецедентного санкционного и экономического давления. Такую задачу поставил Рустам Мениханов на совещании по развитию республиканской промышленности. В формате видеоконференции в нем принял участие и исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Отметим, что Казанский университет активно сотрудничает с предприятиями республики и готовится подать заявку в рамках федеральной программы создания инженерных школ. В КФУ прошла международная конференция. Ее посвятили 80-летию строительства Волжского оборонительного рубежа. Она прошла при поддержке российского исторического общества. Научно-практическая конференция была разделена на две секции. Первая была посвящена истории строительства оборонительных рубежей. На второй рассмотрели сохранение памяти о героическом подвиге строителей. Благодаря нашему сотрудничеству мы провели очень большую работу. И сегодня вот этой научно-практической конференции и большим красочным мероприятием филармонии мы завершаем наш совместный патриотический марафон, который проходил в марте, в апреле, в мае на территории Чувашии и республики Татарстан. Студенты КФО выиграли кейс-чемпионат PhysiTech Business Solutions. Команда создала проект, в рамках которого попыталась предсказывать цену на NFT-токены. В планах победителей следить за реализацией проекта и доработать MVP, увеличить скорость алгоритмов, использовать NFT-картинки, видео, аудио, как признаки для модели, добавить дополнительные метрики. По объективным, можно сказать, причинам проект удался просто потому, что есть победа. Жюри там высоко оценило работу и прочее. Но вот с точки зрения, наверное, субъективной, конечно, что-то, наверное, как всегда, хочется сделать получше, покруче, побыстрее и так далее. В одной из наших программ мы рассказывали, как кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета смогли удалить опухоль сердца пациенту. Операция была уникальна тем, что новообразования на сердце возникают нечасто, но при этом сам процесс удаления трудоемок и сложен. И то, насколько удачно прошла операция, мы сейчас увидим лично, познакомившись с тем самым пациентом, на главном моторе которого и прошло оперативное вмешательство. Пациентом униклиники оказался известный татарстанский яхтсмен, путешественник Алмаз Алиев. Здравствуйте, Алмаз Асхатович. Благодарим вас за то, что вы согласились прийти в нашу студию, тем более после такой операции. И первый вопрос связан именно с этим. Какой у вас был диагноз? Как его определили? Диагноз совершенно случайно определили. Я был в Москве на вручении, мне вручали знак Союза кругосветчиков России. Ну и одновременно позвонил мне товарищ, тоже летчик бывший, и говорит, ты где? Я говорю, в Москве. Ну давай приезжай в клинику, там сейчас будет как раз проводить обследование такое. Ну не плановясь. Говорит, если хочешь, давай проходи. Ну вот я туда поехал совершенно случайно, себя я чувствовал прекрасно, все нормально. Вот. Приехал и в результате обследования показалось, что на УЗИ показалось, что есть вот такая проблема. А почему выбор пал именно на униклинику? Какая подготовка шла перед началом операции? Почему? Тоже вопросы интересные. Наши сыновья, значит, мой сын Мурат занимается парусным спортом. У него друг есть, Карим, Хази Ахметов. Оказалось, он как раз кардиохирург известный, и наш друг, в последующем мы подружились, Хази Ахметов Даниил Фаридович. Ну естественно, как говорится, на ловца из двери бежит. Вот я попал в его руки, в принципе. А подготовка шла какая? Даниил Фаридович, я говорю, давайте мне быстрее, мне нужен там парусный школа ожидает, давайте быстрее, как можно быстрее, чтобы я опять в колею вошел. Но он говорит, не спеши, не спеши. Ну, в принципе, подготовка была, ну, нормальная подготовка. А что могли бы вы сказать про медиков и персонал униклиники? Ну, для меня было вообще открытием. Я вообще первый раз в таком учреждении в больнице, в клинике, не было в моем опыте никогда. Ну вот попал, вот так вот, да. Ну и увидел, что люди, вообще это суперлюди, которые дают вторую жизнь тоже таким же людям, но больным, да. Ну это вообще, конечно, удивительно для меня было, открытие такое. Вот так плавно мы и перешли к теме вашего увлечения сейчас. Это яхтенный, парусный спорт, путешествия. Сколько лет этому увлечению, профессии уже, можно сказать, вы отдали? Морское училище меня не приняли, потому что мне 17 лет не было. И, естественно, куда мне деваться? Ну вот, летное училище посоветовали. Летное училище я закончил, летал, 16 лет отлетал на четырех типов самолетов. Вот, и в конце концов, тоже случайно, можно сказать, вот, пригласили меня пройти на яхте на парусной. Это было 83-й год, 1983 год. Вот, и, в принципе, я понял, что это мое, в принципе, вот я уже, парусы – это образ моей жизни. А вот связать жизнь свою с водой, по сути говоря, это была какая-то особая мечта или знакомство произошло, так скажем, с парусным спортом тем же, да, как-то случайно. Насколько я знаю, вы же учились, вы сами отметили, в летно-штурманском училище, а затем обратно в воду. Как вот это? Ну, видимо, все равно, у меня было в душе море, вода, видимо, когда даже летал, вот, я же, в принципе, поран ушел, как бы, с летной работы, вот, ну, как вторая жизнь началась у меня на воде, я, в принципе, любил путешествовать, это мое уже восьмое морское плавание. Есть история, как благодаря вам в Казани появилась первая морская парусная яхта, которую назвали «НЖ». Да. Если я ничего не путаю, когда и как начались ваши международные регаты? После того, как я ушел уже на пенсию, я работал в клубе «Рубин» 22-го завода тогда, вот, участвовал в соревнованиях на регатах, выполнил на работе мастера спорта Советского Союза еще тогда, вот. Вот, и была сложность по, 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 вообще, по покупке яхт, естественно, зарубежные яхты тогда ценились, наши были не очень так ценились, вот. Вот, и я познакомился в Москве, там спортсудорегистр такой, так называемый, который распределял яхты по всему Советскому Союзу. Ну, и вот, пришлось съездить несколько раз, сами понимаете, чак-чак, козлык, вот, познакомились, в принципе, и вот, подружились, и вот нам первую яхту распределили, это был 87-й год, вот я ее назвал «НЖ», и вот на ней первое мое международное морское плавание, это было в 93-м году, ой, вру, 91-й год. Это мы на трех яхтах отправились в Турцию на регату. Чуть менее года назад завершилась кругосветная экспедиция экипажей из Татарстана. Своё путешествие вы приворочили к 100-летию Та СССР, преодолев 45 тысяч, по-моему, километров водного пути. Расскажите коротко об этом. Она задумывалась эту кругосветку уже, можно сказать, уже с самого начала занятий моим парусным спортом. Ну вот, в конце концов, воплотилась в жизнь, ну, сами понимаете, потому что там много моментов и финансовых моментов, и там согласований очень много, потому что в многие страны очень трудно получить визу. Там Новой Зеландии, Австралии, там Вануату, поэтому приходилось, все откладывалось, откладывалось. Ну, как бы, вот, кругосветка, это была венец, можно сказать. Но до этого ещё было одно плавание вокруг Европы, которое мы совершили в 93-м году. Вот это было самое первое плавание, никто ищет такого не делал, в Советском Союзе, мы тогда 93-й год сделали вокруг Европы. Ну, я думаю, вы точно не жалеете о последнем кругосветном путешествии, в котором вы побывали, и даже пандемия всё равно не смогла вас остановить. Вот это вопрос интересный, потому что когда уже пошла подготовка буквально, как раз уже в пандемии была в самом развитии, были сомнения, что мы, как бы, может быть, не получится нам выйти, кто-то не примет, кто-то каких-то государств, в принципе, скажет нет, не принимает. Ну, в принципе, рискнули и без помпы выходили совершенно, постарались, чтобы особо не рекламировать, да, не привлекать внимания. Ну, всё-таки вот, получилось. Я думаю, что истории про ваши достижения, путешествия, всего этого хватит на несколько наших программ, но всё же хотелось бы узнать, какое из них стало для вас по-настоящему самым ярким и впечатляющим, и где вам было всё-таки страшно, если было? Самое впечатляющее, наверное, было самое первое плавание, это морское, это был 89-й год. Мы на Японском море участвовали на регате. И вот когда мы первый раз в море, для меня тоже было открытие такое, попали ночью, Японское море очень богатое, планктон, и оказались стаи китов. И вокруг нас, рядом с нами шли киты, это было не совсем, конечно, приятно с одной стороны, а с другой, было здорово и на всю жизнь запомнилось. Вот это здорово, вот это, конечно, 89-й год. Вот, и страх, ну, в принципе, страх — это нормальное явление, в принципе, как бы он даже дисциплинирует. Ну, как ни странно, вот самый такой опасный момент, не в море я ощутил, не в океане, а вот мы, когда шлюзы проходили по Волгодонскому каналу, у нас оторвался один швартовый, когда к стенке там швартовый, на верёвках такие, да. И яхту развернуло поперёк, развернуло, она с мачты была собранная на палубе, длинная 17 метров мачты, и она уперлась в противоположную стенку, и вот момент я ощутил, конечно, думаю, вот всё, конец нашего плавания, сейчас согнёт или сломает эту мачту, думаю, и всё на этом каюк. Ну, как-то вот удачно там включил двигатель, что-то сманеврировал, ну, в принципе, нормально всё обошлось. При подготовке к интервью здесь, сидя в Казани, я думал, как в нашей республике, далёкой от морских портов, рождаются такие путешественники-романтики, покорители морей и океанов. Есть ли у нас ещё в Татарстане столь сильные последователи увлечения парусным спортом и морскими путешествиями? С 80-х годов, в принципе, как я уже говорил, начали мы развивать такой международный морской парус, да, вот, и как-то люди ходили далеко, на своих ягодах очень много, вот, сейчас, сейчас немножечко по-другому стало. Сейчас ноги просто берут, летят самолётом, например, в ту же Турцию, на Адриатику летят, берут в аренду в чартер лодку, прокатались неделю и обратно. Ну, опять-таки, видимо, время такое, да, некогда, все заняты, все деньги зарабатывают, да, вот, и редкость такая, чтобы кто-то мог, даже вот нас всегда спрашивают, как вы так, 9 месяцев, мы 9 месяцев ходили, за 9 месяцев ушли, всё оставили, у вас, может быть, работа, семья, там, всё, бизнес какой-то, сложно сейчас, в принципе, но мои ученики некоторые всё мечтают, там, они там, горячими глазами сидят, смотрят и спрашивают очень много, ну, посмотрим. Ну, и не могу не спросить вас о дальнейших планах, и да, какие рекомендации дают врачи в связи с вашим увлечением? Ну, пока что, вот, реабилитации 3 месяца, но там посмотрим, в принципе, как скажут. Вас не остановить. Ну, будем заниматься дальше, в любом случае. Спасибо вам большое за интереснейшее интервью. Пожалуйста. По улицам слона водили. Именно так встретила Казань 9 мая 1945 года. И это, пожалуй, было одно из самых необычных празднований Победы 45-го. Помимо слона по улице шествовал верблюд. Цирк Юрия Дурова в эти дни находился в Казани, поэтому артисты приняли участие в параде, который прошел на улице Баумана. В этот день вся Казань ликовала. На центральных улицах творилось что-то невообразимое. И военные, и жители, и артисты. Все смешалось в этом потоке радости, веселья и безмерного счастья. На каждой улице города праздник. Танцы, шествия, транспаранты, громкоговорители, наконец, извещали о самом долгожданном событии. А как событие отразилось в газетах того периода, увидел Амир Ахтямов. День Победы – это праздник Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. И ежегодно отмечается 9 мая. 9 мая – день окончания Великой Отечественной войны. Является одним из дней воинской славы России. После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада – на Красной площади в пешем строю и на Поклонной горе с участием войск и боевой техники. Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во всех городах-героях, в военных округах и в ряде крупных городов России и стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к могиле неизвестного солдата. Памятником славы и воинской доблести гремит праздничный салют. Вторая мировая и Великая Отечественная – крупнейшая по масштабам и ожесточенности битва. Она стала трагедией для жителей многих стран мира. Принесла небывалые в истории человеческие потери, бесчисленные страдания миллионам людей. В ходе военных действий, которые длились почти четыре года, только в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов, разграблено 98 тысяч колхозов. Общая стоимость этих разрушений оценивается в 128 миллиардов долларов. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ хранится газета «Красная татария». Конкретно этот экземпляр был выпущен 9 мая 1945 года. В середине газеты крупным планом изображен портрет Иосифа Сталина. В газете сказано о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Праздновался первый день Победы так, как ни один из праздников в современной истории. Повсюду состоялись народные гуляния, многолюдные митинги. В парках и на площадях городов и сел играли оркестры. Выступали популярные артисты театра и кино, а также коллективы художественной самодеятельности. В этот исторический день к советскому народу с обращением выступил председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин. Поздно вечером Москву озарил салют Победы. 30 победных залпов выпустили тысячи зенитных орудий, что по тем временам было грандиозным зрелищем. После салюта Победы десятки самолетов над столицей сбросили гирлянды разноцветных ракет. На площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни. О войне мы знаем из рассказов старшего поколения и из книг по истории. Но эти страшные события были реальностью для миллионов людей. Война принесла много горя. Погибло миллионы солдат и мирных граждан. Советский Союз в общей сложности потерял 25,6 миллиона граждан. По другим данным 29,6 миллиона человек. Не менее 13,7 миллиона человек среди жертв войны составляет мирное население. В День Победы возлагают венки к могилам неизвестного солдата. Возле вечного огня он горит в память о павших героях. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ. Итоги недели. Мужественные подвиги. Достовернее слов. Завершим программу словами упомянутого у женами Александра Суворова. Не забудем о подвигах наших родных и коллег в годы войны. Память о них навсегда с нами. Мира и добра всем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok